Всем привет! Продолжаем заниматься всякими гадостями в игре Gremlins Incorporated. Очередная турнирная игра. Мне достался тайный агент. Во-первых, сыграв секретную карту, вы получаете плюс 100 золота. Очень неплохо. Слушайте, а секретные карты это красные или серые, или и те и другие? Это серые. Только серые, да? Так, при конфликте я могу сбросить половину денег и переместиться на центральную клетку неприятности. За криминальный бонус получает вор. И при любом аресте вы получаете минимальный срок. Ну, а за секретные тайные агент. Так, вы что, все готовы? Да, я готов. Всем удачи. Давайте. Поехали. Вообще, вот это игра людей, которые сейчас сверху находятся в таблице. Так, я... Ага. Вот это удобная позиция, я могу во все стороны, в принципе, пойти. Рэкет. Неплохая штука. Рекламная кампания. Проникновенная речь. Черт побери. Ну, в принципе, я, в принципе, все оставлю пока. Сыграю сначала компромат, чтобы вот сюда пойти. На неприятность. Жалко, что у меня вот только, черт побери. То есть мне... Не очень выгодно ее играть. Потому что, ну, откуда у кого... Вряд ли у кого-то сейчас будет, пока я дойду до хаоса, пять шестеренок. Че происходит? Комбо-бомба. Ну, что-то кажется, что он в астрал хочет пойти. Не у кого таких. В банк. В банк идет доход бустить. Я бы посмотрел его карты, если бы у меня была такая карта. Да, играем мы против авантюристов. Сразу же внимание привлекает, да? Ну, меня смущает, когда вот начинают рядом с астралом ходить там внезапно. Непонятные движения такие, да? Коми-выезжор. И бродяга. Так. Ой. Эх. Не пришло посмотреть. Ну, налог на недвижимость. Ну, смотрите, ну. Смотрите, где он встал. Да, в банк он пойдет. Да они... Вот, да, вот... Знаешь? Я знаю, куда он пойдет. Банк. Слышишь, что? А почему ты с меня деньги взял? Просто мельник дал тебе. Просто. Больше всех денег, он у Даркстайла. Все, сабрикманды. Я бы проверил карту все-таки в Бродяге. Хорошо. Ну, я вот хотел, я думал, он мне выпадет, может, карта посмотреть, но, к сожалению... Так. Либо альтруизм, либо обвинение. Обвинение, конечно. А, да. О, блин, а, сам... Я бы посмотрел, я бы посмотрел. Ну и что? А ты сейчас сколько получишь шестеренок, зайдя в астрал? Эх, не пошел все-таки в астрал. О, нет. Никто не уходит в астрал на первых. Это нерентабельно. Так, теперь я вот, наверное, сыграю, черт побери, чтобы привести проникновенную речь. Так, что у нас дальше? Агрегат хороший, тайник хороший, утилизатор хороший. Но мне для этого надо в эту половину карты как-то. А вот тайник, тем более, ведь у меня способность будет, которая соточку мне даст. Что, надо деньги зарабатывать пока. Пока сухо. Ах, блин. Бросьте кубик и пройдите сколько выпало. Ну, надо попробовать. Наверное. Утилизатор идешь ставить? Нет. Те, кто сейчас больше поставит денег, тот не пойдет в тюрьму. Что, реально стоит этой 171 золотой? Золотое или просто не было выбора? За что же это самое? Реально стоит это вот 171 золотую или просто выбора не было? Что-то вообще какая-то фигня. Мне тоже. Ну, во-первых, выбора не было. А во-вторых, проблема в том, что... Чего-то вот чувствовал, что там есть астральный извоз и какой-нибудь адрагирован. Не знаю, было такое предчувствие. Выбор есть всегда. Да. Ну, да. Это вероятность того, что карта на четверку придет после этой двойной взятки. Она такой, если... О, плюс 4. Или минус ход? Ну, минус 100. Чего-то мне жалко столько денег тратить. Надо было минус 100 брать. Почему? Потому что... Это... Гораздо меньше, чем плюс 4. В плане этого. На будущее. Да. Да. Просто сейчас, смотри, карма в тебя может полететь. Потом... Постава в любом случае полетела в меня. Тут уж ничего не поделаешь. Не, просто карма автоматически летит. С самого злого. И карты, которые по злости тоже летят с самого злого. Блин, хочется утилизатор сыграть. Но агрегат-то вот сразу. Ему, правда, 200 стоит. А на это я хоть тайник сыгранер, но лучше так сделаю. Да. Следующий план такой. Дойти до свалки, сыграть тайник, телепортироваться... А вот этого я и не учел. Слово совсем. ...на сокровищницу. Тут сыграть эликсир удачи и пойти в преисподнюю, чтобы этот эликсир удачи... Сразу в казино может использовать их. И получить жертвоприношение. Где меня вот чувак может сейчас в тюрьму посадить, вообще-то? Дарк, будешь меня в тюрьму сажать? Зачем? За сотку? Не знаю. Не знаю. Не, это человек какая-то фигня какая-то. У меня нет планов. Чувак вон за 171 не пожалел. Ну, это... Это уже... Предпочтение каждого. Сажать 171. При мне было как-то 500 с копейками заплатили. Ну, это зависит от... Конец, конец игры. Из дуэли хаоса, момент. Откуда момент? Дуэль хаоса это такое, знаешь, ты один на один играешь и там деньги текут рекой. А что за дуэль хаоса? Турнир был дуэльный на хаос. На карты хаоса, короче. Надо 6 карт хаоса сыграть, чтобы закончить игру. О, видимо долгие игры были. Нет. Нет. Они там час, может, полтора. Большинство около часа, некоторые, правда, затягивались часа на два, а так? Там все равно все быстро проходит, ты же один на один играешь. Да, кто-то на 8-му плюс 100 дохода делает, да? Просто вот, как стоячего. Что-то мне не нравится. Казино куда-то там. Будешь у него карта казино забирать? Ну да. Слушай, и все, это все? Нет, одно он оставил. Отлично. Везу-ка. Это скрипт. А я думал, везу-ка. Еще одна везу-ка, блин. Там, там, там последний раз, в последнее время на этой свалке скрипт стоит на минус голос. Это все заметили. Почему? Ну, вчера весь день, там, минус один голос у всех. Сегодня тоже фигня какая-то. В игре много скриптовых ситуаций. Ребята, это одно и то же, когда помыл машину и пошел дождь. Это вот из этих мыслей, это те же самые. Да, да. Особенно, когда из тюрьмы выходишь, там сразу штраф, попался обратно в тюрьму. Такие ситуации, которые раздражают. Причем они не просто, типа, этот. Все, так раз, два, они постоянно. Как-то хреновый картрис. Раз, два, три, четыре, 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 пять. А может... О, блин. А я только размышлял, что я хочу на эту клетку встать, а тоже... Ну там чиф-ментор стоит. А то топа его убрали. А, так вот, понятно, кто с кем играет, да? Да, ты с нами играешь, тремя. Наконец-то, видишь, ты разобрался. Нифига себе, ну. Да, ну, это бред какой-то. А кто там до этого сидел? Ну, класс, ну ты ему... Ну, зашибись. А ну так всегда, типа, ты делаешь такую фигню, и там снова... Ходы вот эти, он еще топ-ход получает. Я видел, у тебя наушники, что-то, поэтому его не скинули. Да ты мне много чего видел. Блин, мне бы сейчас астральный извоз... Был бы очень крут. Ну, это тоже нечестная фигня. Еще одну карту в офисе могу сыграть. Еще одна карта для нерфа вместо денег на голоса? Слушайте, может сюда пойти и попробовать... Ну, вообще... Все нечестно. Да, в этой игре много нечестного. Попробую найти астральный извоз. О! Ее! Короче. Ну, я думаю... Думаю, голоса мне не нужны уже. Судя по 15 в BreakMind. Не, ну, если бы у нас был какой-нибудь депутат, это вообще бы ничего не значило. Депутата жалко, нету. И это хорошо. Ну, может мне... Ух ты, машину сыграть? Читерный персонаж. Не, блин, мне хочется... Вот это. Такой плюс 100 есть. Мне последнее время раздражает. Особенно в командном режиме... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А, блин... А, кстати, не было темы о том, что запилят ребаланс для командного режима или... А что там? А там проблемы с балансом? Ну... В основном же никакого баланса нету. Есть хороший персонаж и плохой персонаж. Ну, там, типа, есть депутат, который выигрывает очень часто. Нереально часто. И... Например, тот же самый камевая жор, в котором я играю. Вообще бесполезная фигня. Без обилок входит. Там еще от рандома много чего зависит. Если одной команде завезли карты контроля, а другой команде не завезли, то все. Одни сидят в тюрьме без денег, а вторые просто бегают там, ставят что-нибудь. Ты забыл сказать, что тот же камевая жор сам был имбой? Да не в давнем времени. Что имеем сейчас, а что было, две разные вещи. Ну, да. Второй класс за тридцатку был просто очень веселой штукой. Сбросил все карты? А, не заплатил? Нет, отдал шестеренку, значит, что-то вкусное есть. Ну, надо смотреть, блин, но у меня, к сожалению, нету осмотра. Сейчас попробую, вдруг придет. О, да, да, мультики показывайте. Запускайте нам мультики. Давайте. А, нет, к сожалению. Нечего смотреть. Тебе могло прийти только этот, как-то он называет, следственный эксперимент. Все остальное уже вылетело. Ну, могло же прийти, правда? Могло, да, могло. Шанс есть всегда. Я так понимаю, брейк-майн чисто ходит, повышает себе... Возможный денег. Да вы что? Все это все забирает. Слушай, это я считаю тебе боженька за меня. Да, да, боженька. Во всем виноват боженька. Нет, ты сам виноват в том, что боженька так тебя наказывает. Имхо. Вот за вот этот ход тебя потом боженька накажет. А что я сделал? Вот за эту фигню боженька наказывает. Боже, пять шестеренок. Ну, прям... Все. За это боженька прям вот... Ататай делает. Да я вот хочу эту карту сыграть все-таки дойти. До преисподней эту карту сыграть. Ну, давай, еще голоса, конечно. Мало и так, да, 15? Да, он сейчас пойдет в преисподнюю и... Да, это невыгодно. Слишком рано. Меня? Это уже поздно. Ни фига. Ни шок неповадно было. А почему ты халтуру хочешь, чтобы я сбросил? Ну, сберу. Хорошо. Ну, я же не знаю, что у тебя там за карты были. Я просто на офис проверил. А-а-а. Этим образом. Ну, извините, я просто не знаю все названия там карт. Ну, я понял. Короче, пойдем в преисподнюю избавляться от эликсира. Хрен. Меня его отобрали. Я даже не заметил. Значит, я уже зря туда иду. Когда мне карта нормальная придет? Вот вроде у меня денег тысяча. Почти. Такая невизабельная рука. Ну. Сколько раз было, что люди там с двумя тысячами танцуют. Вокруг. Завода. Если не включена карта хаоса. О, давай, слабни меня. Мне как раз туда надо. Поближе. Серьезно? Хочешь на плюс 13 сыграть? С моими деньгами, давай. Ну ладно, тогда это. Там и рынок рядом есть, и завод можно. Посмотрим, посмотрим. Астральный извоз еще раз, но нету пяти голосов, к сожалению. Что происходит? Пользуйтесь Двагис для выбора товаров и услуг. Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе. Подробнее на сайте двагис.ру. Двагис, если быть точным. Все-таки надо идти в преисподнюю. Видимо. Сейчас меня заберут все нормальные карты. Ну да, так пойдет. В принципе... А, у меня не хватит сейчас денег есть. Хотя нет, почему хватит. Ну что, какова теперь вероятность от 31 выпадения инфляции? Примерно 100%? Примерно 100%, да. Минус 22 будет, у меня 251 будет, да? Прямо в точку. 100% выпадение инфляции. По-другому никак. Оно по-другому просто не работает. Я помню, на релизе обилок перед победой решил пошрудить по карманам, играл за вора. И меня посадили. Конечно, да. Да. И все. Эх. Тыщи, тыщи, тыщи. В принципе, я не против, чтобы меня посадили. Тыщи, тыщи, тыщи. А, блин, не пошел он ко мне. Еще бустить? Да, бустить. Бустить доход. Вот. Слушай, у тебя вообще уже одна шестеренка. Продал, что ли, на базаре? Ну да, у меня за 300 продается. Пошел теперь тысячу. И на что тысячу потратишь? На армию хаоса? Как вариант. Ну, блин, я зла много получу. Ну, тогда давай вот так. Единичка. Че там все грубьёкие-то? Фигеть. Генератор отмазок. У меня денег вообще уже нет. Блин, конечно, этот ход, пропуск, это не очень. Не очень тема. Ненавижу пропускать ходы. Так, мне бы, чтобы меня арестовали. Жаль. Можно на шесть пятерочкой встать и посадить. А, не, его нельзя посадить. Слушай, я-не, я готов сесть, блин. Агента нельзя посадить, когда у него мало денег. Почему? Я ж могу не пользоваться своей способностью. А, ну, можешь и не пользоваться. Это значит, что у него стукач, что ли, в руке? Что он может не пользоваться. Либо побег. Нет, я ж могу, я могу половину денег выкинуть, и меня перебросит просто на центральную клетку. Вот, надо вот сейчас... А, раз человек не хочет этой способностью пользоваться, значит у него что-то вкусное. Нет, у меня на самом деле очень просто, у меня побег. И я получу соточку за то, что из тюрьмы. Ну вот, не надо ее забирать, не надо. Надо, надо. Не надо. Это, это карта прям вот то, что надо. И ход дает. Ход она не дает. Тебе ход дает. Твоему персонажу. Вот так. Мне ход она точно не дает. О. Что, реально побегаешь? Ой, блин. Да ёб твою, блин. Косячок, косячок. А там дебильно написано просто на кнопках, понимаешь? Ладно. Там было написано минус ноль денег. Я решил, что минус ноль денег, это видимо, я ничего не плачу. Вторая кнопка была, с вами произойдет неприятность. Но я решил уже это не читать. Блин, ну как же я так не сел. Что-то все так активно ходят, что-то ставят. Я вообще сижу с этой тысячей бесполезной и еще поставить даже не могу. А что ты хочешь поставить? Поставь кружку перед собой. Стоит, стоит, вот. Ну положи ее и снова поставь. Видишь, у тебя нехватка... Нет, нет, там чаек, я не могу ее положить. Нехватка мелкой моторики явно. Возьми что-нибудь в руки, тереби. Робот зазывала. Так это... Мы дадим брейкмайнду стать губером, да? Ну а че? А как это можно помешать? Так, вторая попытка. Вторая попытка. Сейчас, я надеюсь, я посмотрю внимательно. Желаете потерять полное сбережение? Нет, шмак. Нет. Ставлю ноль. Ну, наконец-то. А ты думал, я тебя обманул, да? И поставил один. Чем? Ты же сам там пропалил свою руку. Побег, все дела, сто голды. Получишь. Да. Надо досмотреть. И побег скинется. А зачем? Тебе... Вот из всех игроков именно мне жалко 100 золотых, да? Нет, точно. Серьезно. Зачем ты у меня отобрал? Вот я не понимаю. У меня типа тысяча. А вот там вот... Нет, ну ты главное... Правильно. Но тебе жалко мне 100 золотых. У тебя все деньги забирают, но тебе жалко мне. Вот смотри, у Чифа 220, и он перед рынком стоит. То есть он может там остальный взвоз сыграть, еще что-нибудь. А так бы с двадцаткой он бы просто подал бы шесть тебя. Если я был неправ, я это признаю. Ты невидимый, я хороший. То есть, что вот на эту тысячу агриться? Я все равно стою далеко. И ничего не могу сыграть. Ну, сейчас проверим. Я сейчас еще раз на свалке сыграю эту фигню. Неужели единица выпадает? Нет, двойка, видишь? Все, везет. Почти единица. Остановите Чифа. Блин, Чифа, нафига ты там стоишь? Лолд. Говорит тот, который отнял у меня денег. Остановите Чифа. Что там за два первомомента? Косте везунки. Ладно. Даже неинтересно. Сейчас кто-то будет... Ну, смотри. Там сейчас будет ТП. Жертва. Или ТП. Астральная фигня какая-нибудь. У кого? Сейчас поглядим. У Чифа. Торговля крадена. Все проще. Да. Гораздо. Да вы достали у меня забирать шестеренки. Вы что-нибудь сами заработать можете? Вообще, вот как-то самим добыть их? Нет. Построить? Нет. Осталось брейкмайнду еще у меня забрать шестеренки. И вы все втроем только за счет меня и будете тут в этой игре. Ну, точно. Ну, вот неправда. Вот плюс пять. Плюс пять. Я потратил то, что хотел. Я доволен. Так, ну и кого досматривать? Куда мне надо вообще? Брейкмайн это досмотри. А я могу, куда я телепортирую, сразу сыграть карту? Или просто только телепортируюсь? Да, да. Смогу сыграть. Подложишь. Можешь играть. Если у тебя есть карта, это локация. Отлично, да. Всегда надо продавать. Вот это тоже надо запомнить. Не, ну не всегда, не всегда. Ну, ладно. Не всегда когда-то там уже выигрываешь. Типа там уже каждый шестеренок. Не, а сколько раз было? Вот я продаю за 200 и тут бах, инфляция. Здрасте. Ну, это просто. Это уже типа невезение какое-то. Я имел ввиду, что всегда надо продавать, чтобы... Один к двухста это самый выгодный курс. Три шестеренки стоят 200, а ты продаешь одну за 200. Ну, я не согласен. У меня как-то получается, ну, судя по играм, я, конечно, не так много играю, как вы, но... Обычно деньги намного быстрее куда-то уходят, чем шестеренки. То есть ты сидишь, у тебя, кажется, много денег, но буквально несколько ходов следующих, все, они куда-то испарились. Второй рэкет, это как вообще? Не знаю. И тут у меня резко много денег стало. Вот что я понял. Продавай шестеренку. Я продал шестеренку. А, продал. У меня она вообще один к трехста. Ай, ну, тебе-то вообще выгодно, естественно. Так. О, у меня нету на три хода. Так что я всегда продаю шестеренку. Не важно, за кого играю. И не важно, какая ситуация. То есть даже если ты, сыграв там, скажем, вещицу, побеждаешь, все равно продаешь? Нет. Ладно. Если я выигрываю именно этой шестеренкой, я не продаю. Денег много чё-то у него. У меня тоже много. Хм. Кто бы говорил, а? Ну. Я тоже так думаю. Ну чё, газуем? Газуем. А что это ты сейчас сделал такое? Способность применял. Билками пользуюсь. О, здрасте. А кто-то говорит, слава, редности много наберу. Не, ну, жертва, жертва это не тысяча. Жертва один раз играется и всё. Я её поставил, чтобы ты её не смог сделать. Свои кости заложить. Только ради этого я это сделал. А там, видимо, у кого-то чертовщина, да, в руке? Чертовщина, я её только что сбросил. Если посмотреть. Вон она. Вот это неплохо. Блин, я 150 потратил, чтобы походить второй раз. Это много. Тебе надо было инфляцию выбирать. Извини, не дошёл до неё. Я успел только штук 10 посмотреть. А, блин, я же забываю, ты не знаешь из-за всех. Да, да. Да. Более того, я ещё карты не считаю. Венесарию, что ушло, а что ещё в колоде. Ну да. О, нормально. Ну давай, шестёрочка. Да, конечно. Почти. 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 Или сделку с дьяволом. Спасибо. У него тот механический помощник, небось? Не знаю, но есть что-то. Не, ну я не могу ж так в наглую сказать, типа что у него. Не, ну понятно. О, бесплатные карты, это всегда классно. А, ну да, логично. Не, я не на это досматривал. Я завод досматривал. На любую другую клетку риска телепортироваться. Блин, ну мне какие-то хреновые карты пришли. Ну конечно, у меня карта так себе. Кто губернатор? Ну ладно. Может пойти обыск собирать? Хм. Сальто мортале могу. Ну, блин, я бы вот проклятый миленький, но. Что ты, рука такая лажа. Ладно, давайте посмотрим, что выпадет. А вдруг. Что-нибудь интересное, чтобы можно было секонд. Хм. Лишь 4. Вау. Давайте. Еще и распродажа есть. Слушайте, а давайте вот ее сыграем. Я все карты сброшу просто. Хм. Да все просто. Хреновые карты я прям даже раскрою секрет распродажу сыграю. И сброшу все. И денег заработаю. И пойду опять их менять. Шестеренку продай. Ты какой-то... Я смотрю у тебя на шестеренки, на продажу шестеренок вот прям не можешь без этого. Это просто... Не, не. Это просто самая лучшая механика в игре. Из всех, что есть здесь, это самое лучшее. Ну, ты понимаешь, что если она тебе нравится, то это не факт, что она самая лучшая. Вот тебе так нравится играть. Вот ты чувствуешь, что ты играя, продавая шестеренки, тебе кайфово, что ты вот как-то лучше играешь. Значит, для тебя она лучше. Нет. А вот представь... А представь у кого-то прям нервный тик продавать шестеренку. И что ему делать? Она неоспорно доказана самая лучшая. Как я понимаю, тут, ну вот даже смотря по карте, ты делаешь что-то на заводе, потом идешь на свалку, какую-нибудь копейку подбираешь, на тиковинке уже можешь продать и опять забустить доход и идти. По смыслу так. Вот самая фиговая механика это у казино, потому что оно рандомное. Ну астрал тоже бред полный. Не нравится мне это. Да ладно. Астрал вообще фигня. Не знаю, там в нормальной игре никто там не отдыхает. Типа я там в топовой. В ней не отдыхают, как правило, если игра на количество подобных. На, ты счастлив? Я продал шестеренку. Я счастлив. Там даже в советах и подсказках есть, что шестеренку надо всегда продавать. Чем я не сбежал из тюрьмы, вот если опять я сейчас сбежал из тюрьмы, вообще все по другому было бы. Я бы уже ходил. Что, у всех уже по 80 доход. Тюрьма это какое-то проклятие. Ну что, Леш, нормально распадал? Что-то пришло? Ну, что-то есть. А чего-то нету. А чего-то нету, да. Даже не знаю. Ну ладно, я лучше полезнейший аппарат на передвижение потрачу. О, круто. Впервые я заплатил. Так, с кем случится неприятность? Шара. Чиф, ну с тобой случится. Ты у нас. Позор тебе. Ну, хреновая неприятность, прямо скажем. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, бесплатные карты. Вообще весят, когда бесплатными картами очки набивают. Да ладно. Да это прям раздражает. Почему бесплатными картами? Я как раз эту карту и оставил, когда менял их. Бывает такое, что человек сидит, ничего не делает и это. О, вот это спасибо. Это у меня побег. Я смотрел... Я так хотел, чтобы Даркстайл вышел из тюрьмы, и мы с ним там около базарчика завязались. Я тоже хотел выйти из тюрьмы. Но игра говорит, нет, не надо. И в тюрьме нормально. Да вы чё? Здесь ещё единица выпадет. Не, не выпало. Сходить, что ли, за медлитель сыграть? Ну-ка, ну-ка. Слушай, Брейкмар, когда ты начнёшь шестерёнки уже собирать? А когда карты придут на шестерёнки, тогда и начну. В первой игре я помню... В первой игре я помню, ты меня на всех наузкивал, наузкивал. Потом просто вперёд вырвался и всё. Это называется... Карта пошла и всё. А без этого... Эх... Мне тоже карту бы. Да и тогда, по-моему, я как выиграл, через подножку конкуренту, кажется. Вот чего не помню, того не помню. Блин. Слушайте, а... Кто разбирается в механике тайного агента, вот, ну, когда я попадаю на клетку с другим соперником и использую, ну, типа, скидываю деньги, чтобы перебить, перепрыгнуть на эту серединную клетку, я смогу там карту сыграть? Если у тебя есть неприятные, если есть карта, если это твой ход. Ну, естественно, если я попадаю, и мой ход... Да, это если твой ход, только если твой ход. Если на тебя соперник встаёт, и ты туда перемещаешься, то ничего не происходит. Ну, это понятно, да. Ну, и мусор. Вообще, мусор... Мусорная рука! Мусор. Чиф как-то странно. Слапнулся. Он сейчас на доход встанет, получит 180, потом сыграет 7 шестерёнок за 400. И всё. 7 шестерёнок за 400? Не сыграет. Даже если очень сильно захотеть, он не сыграет. Он может чё-то... Типа, по типу ограбления сыграть. Блин, я знаю, как я выигрывать буду. Наверное. Или нет. О, боже, я сейчас решил, что он сейчас их сыграет в ФСР Магеддона. Ну-ка, минус 5, давай, чё-нибудь. Ну, фигня. Ну, в принципе, не, нормально. Интересно, у кого он две шестерёнки заберёт? Да он у меня заберёт, да? Конечно. А мне деньги минус. Правильно, чё? А ты хотел, чтобы у тебя шестерёнки забрали, а не деньги? Я хотел, чтобы вообще ничего не забрали. А, чтобы посадили? Вообще, чтобы ничего не забрали. И не посадили, и не забрали. Нет, ну извини, невозможно. Надо было это придумать. А, норм. Вот это мне нравится, вот так играть. Прям аж на душе я хорошо становился. Фигачу началось. О, плюс 20. Нифига. Я говорил, мне деньги нельзя отнимать. Я ж говорил. Ну, а почему? Ой, я же говорил. Я безобидный. Во, это за то, что отбит денег. Может быть, да. Вот. Нормально. Блин, всё, мне не хватает денег. Вот поэтому я не люблю играть с деньгами, блин. Ну, куда мне однорукий бандит идти? Взять. 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 Афляцию давай. Блин, у Чифа 4 активных карты. Обалдеть. Да, не мусорные. Ну, ладно, не все мусорные. Так. Я кому даю? Вот это можно отдать. Хотел. Так, я тебе дарка даю, да? Нет. А, я чё и худаю? Блин, чё давать? Ладно. Блин, прикиньте, у меня висит... Остались висеть карты передо мной. Как-то можно убрать их? Вот, ну, сейчас была иконка... Я должен был из шести выбрать две карты. Ну, и вот эти четыре карты, оставшиеся у меня, они передо мной вот висят, остались, понимаете? По центру экрана. Ну, баг-репорт. Зашибись, а сейчас я уже не смогу сделать. Ты чё? Серьезно. Единицу выкинул в безобидной ситуации. Блин. Чё, нет? Не убирается? Пропало, нет? Нет, так и осталось. А крестик там чё, нету крестика? Нету тут ничего. Не, ну, если интерфейс сильно переключивает, то можно перезайти в игру, но это надо быстренько сделать, пока ход не начнет. Так, реконект здесь быстро. Кто будет для меня выбирать неприятность? Ну, давай Darkstyle. Мне никто не даёт выбирать. Ну, Darkstyle мне давал выбирать, теперь я ему ответку. Такая порука, да? Рукой нет. Так, то есть вы продолжите играть, а мне перезайти? Что мне для этого надо сделать? Просто присоединиться к кому-нибудь из вас или что? Просто выключить игру, а... Нет, ты просто, ты выключишь игру, и там тебе высветится, короче, когда ты заново зайдёшь, там, реконект. Ну ладно, я следующий ход сделаю тогда, и сразу выйду. Да. А, ну конечно. Да, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Только у меня можно было досмотреть. Ладно, я запомнил. Поймал-то, честно, за руку. Да мне эту карту дали просто, через ветер перемен. Подставили, значит. Я её скинуть просто не успел. Вообще никак. Всё, выхожу, да? Да. Да, пропали. Всё, я уже в игре, обратно. Всё, угадай. А-а-а, вот как это работает. Мне когда-нибудь выход дадут сразу? Я вот сижу, всё, всю игру в тюрьме. Просто бред. А-а-а, нет. Мне сегодня не везёт. Блин, у Чифа 666 золота, у Брейкмайнда 999. Ну, бывает тут курьёза, да. Супер. Блин, а сыграю я аукцион, пускай они повыплачут. Должен сейчас просто выйти и сделать гадость. А? Нет. А эти что? Давайте вот такую интересную штуку провернём. Прям даже интересно, что будет. Кто сколько поставит? Да, Чиф выкупит. Брейкмайнда не выгодно. Он что-то несёт на завод. Да, но тут зависит от того, кто сколько поставит. Всё. Не, ну да, я не спорю. Ну, как видишь. Нормальный курс, да? Блин. Ну как курс? Хоть что-то надо заработать. Нормальный курс. Мне просто курс понравился. То есть по сотке за шестерёнку, да? Считай, запомнил. Ну, чуть больше там. Там больше, да? По 130. По 130. Прелирамед. Продолжение следует. Так. Продолжение следует... Вот эту надо использовать, потому что у меня все равно голосов нету и не предвидится, собственно. Трюк, что там трюк делает? Вот это поворот. У жандармов нет претензий. Что-то опасно как-то. Ну и, честно говоря, у меня карты так себе, я думаю, может идти их тоже менять, так что мне пофигу, сяду я в тюрьму и пойду менять, отсюда пойду менять. О, норм. Мне нравится такой эскорт. В депрессухе, Чиф, ну че ты? Ну не расстраивайся еще, все может быть. Все наладится, да? Все пройдет, и любовь, и радость. Еще выборы сейчас спрокнут. Я вообще не понимаю, почему это депрессия, это синяя неприятность, для меня так это красная. Депрессия ужасная неприятность. Тоже хуже, чем пропажа. Она очень плохая. Но у меня большая зловремость. Пропускать ход вообще всегда больно и неприятно. Депрессия на шестерых это ужас пропускать ход. Просто сидишь тупо, да? Ждешь пока эти все ленивые лодыри походят. Нифига, снова косарь. Зачем доход еще бустить? Куда еще больше? А че еще делать, если нечего больше делать? Вон кто-то на халяву зарабатывает, а у меня все тяжким трудом. Ну, халяву, да, есть люди, которые на халяву зарабатывают. Ох, халява. Халява она такая. Так, ну и что теперь куда дальше идти? Ой-вэй. Это почти победа? Почти. Где черт побери в этой игре? Еще за ход? Я бы уже пошел что-то ставить. Наверно. Да не наверное, а пошел бы. Слушай, ну да, ты так сейчас закончишь игру с четырьмя шестеренками? Как-то совсем... В прошлой игру я закончил с девятью, мне не дали на этого, за завалу как раз разыграть. Было, было больно. Печально. Так, надо чифу сажать. У него 90 дохода, 26. Замечательно, надо, но мне нечем, например. Хотя, если он сейчас на меня встанет... Нет, не встанет. У него типа встал и норм. Еще 110. Неплохо. Живешь-то. Волосатая лапа. Ой-ой. Конкуренция, мать вашу. А-а-а. Еще меч проклятый? Ну да. Да вы что, серьезно? Смотри. Как? Как? Как это работает? О, так я, наверное, следующим ходом... Нет, не могу я его посадить. Наконец-то хоть что-то приехало. А-а-а. Лифт астральный. Телефон. А-а-а. Раз, два, три, четыре, четыре. Да. Эх. Блин, я ему 20. Заплатил, да? А-а-а. Круто. А. Все. Заграли. Что, у него ж так конец. Конец? А что? Как по-другому? пожить уже первый начинал ну да у вас еще еще да вот было пчо а есть как там забрать шестеренки 5 главное вот у меня вы забирали шестеренка когда приспичило так и нету ничего к сам чиф тоже забирал единственный вариант сейчас это на базаре услуги гильдии да ну у меня нету например удар стайла денег на них нет мне тоже нет да у товарища халецкого нету голосов чтоб разыграть подножку все ну ё-моё чё мне чё случилось просто посадить его до меня слышно да слышно чё там куда бот походил ну а чё за тебя бот походил господи да у меня интернет на секунду отключился чтобы ушел и бот походил сожалению вот только только до тридцатника ну всем спасибо за игру чиф с победой спасибо кто-нибудь сделали гриншот запустят у интересная статистика матча сыграно карт больше всех карт сыграл кстати чиф а меньше всех break mind как я так понимаю да я мог восстановить ну а шо что отключился вовремя нет я мог остановить если бы мне деньги были то есть если бы у меня было бы хотя бы 150 монет я бы его остановил каким образом у меня в руке телепорт с чертом и шестерка дайте до базара прикольный за игру ни разу в банк не наведался а чиф ни разу в преисподнюю в сокровищницу мне если что кто-лик кто сидел так долго у тебя больше всех единица выпадала за игру прикинь единицы и двойка у тебя dark чаще всех выпадала поэтому и сидел видимо так долго у меня арестовали больше ну ладно спасибо за игру все я думаю еще встретимся в следующей партии с вами мне так кажется почему-то ну все всем пока спасибо что застряли до конца я лёша халецкий тот кто сделал это видео у меня к вам несколько плюс во-первых не забудьте поставить лайк а во-вторых поделиться этим видео раз уж вы цели до конца видим она вам понравилась я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры видео две и Продолжение следует...